Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Lebo Animations. И сегодня будет специфическое видео, так как в нем я буду показывать вам топ моих лучших самоделок, а точнее лучших самоделок фигурок LEGO. Но прежде я хочу спросить вас. У меня появилась идея сделать новую рубрику, которая будет называться «Какой журнал?». И в этой рубрике я буду вам обозревать журналы различных номеров и годов. Не знаю, насколько будет этот проект хорош, но я хочу спросить у вас, делать ли мне такой проект или не делать. Ну и давайте же начнем. Вообще мы будем комплектовать фигурки, ну и давайте приступим. Никаких номеров у нас не будет, просто буду вам показывать мои самоделки. В общем, первые это городские жители. В общем, давно я хотел приобрести таких фигурок, но, к сожалению, нигде не нашел, и поэтому решил сам попробовать сделать. И детали, которые у меня нашлись, а также купленных у меня, получилось то, что вы сейчас видите. Мне кажется, довольно прикольно и интересно. Давайте же все подробно посмотрим. Первый это такой вот селянин. Принты на теле, желтые руки, ноги. Сзади тоже присутствуют принты, такая вот крестьянский говно-бор, похожий на мешочек. Такое вот лицо. Далее, идет, наверное, такой довольно волосатый мужичок. У него присутствуют принты на теле, на ногах, а сзади есть на теле, руки желтые. Он играет роль кузнеца. У него такое вот лицо. И такие вот длинные волосы. И последняя фигурка, которую, к сожалению, мне придется показывать вот так вот. Это маленький мальчик. Его такое же тело, как и у кузнеца. Маленькие ножки. Что обозначает, что он ребенок? Такое вот лицо с небольшим шрамом. Сзади тоже есть. Это двустороннее лицо. Сейчас я вам покажу, что сзади. Тут он такой вот испуганный. И у него больше шрамов. Ну, не знаю. И вот такие вот короткие волосы. Далее идут бандиты. Один, конечно, интереснее другого. В общем, вот эти два бандита. Давайте их рассмотрим поподробнее. В общем, вот бандит. У него взято тело и ноги из лего фигурки. Голова из конструктора брик. Ну, и вот такая вот шапка. Ну, вот такой вот получился бандит. Далее. Идет еще один более интересный бандит. Больше похожий на террориста. Тело и ноги у него китайские. От какой-то фирмы я заказывал. Потом устороннее лицо. Первый он такой в маске. И второе у него он с бакенбардами. Такое вот злое. Ну, мне больше нравится в маске. Не знаю, как насчет вас. И вот такое у него черное катушо. Следующее это две фигурки, которые не имеют вместе никакого значения. Поэтому я буду показывать по отдельности. Это вот такие вот фигурки. Мне кажется, они очень прикольные. Самые, наверное, лучшие из древних. То есть, каких-нибудь, ну, в отличие от сельчан. Более интересные. В общем, как вы понимаете, я интересуюсь ниндзягом. Ну, и мне нужно побольше сельчан в виде японцев. Ну, в общем, я сделал один такой небольшой набросчик интересный. К сожалению, большую это тело я не знаю, где теперь купить. То есть, оно старое. В общем, такое вот село было у Люка. Еще с желтой головой. Из татуина. Потом белые ноги. Такое вот выражение лица. Похоже на китайца. Ну, или японца. И вот такой вот головной бор азиатский. Ну, и следующая фигурка. Кстати, да, сзади нету пинтов на теле. Следующая фигурка. Это фигурка викинга. Вообще, он довольно похож на викинга из серии викинг с 2007-2006-2007 годов. Но это абсолютно моя самоделка. Тело, кстати, я собрал в официальном лего-магазине. Там было такое хорошее тело, которое я потом узнал было 2006-го. И, ну, может, не 2006-го, но, в общем, викинга. И вот тут принты в виде кольчуги. Также какие-то знаки, крылья. Задние от принтов. Такие вот серые руки. Желтые кисти. Такое вот лицо. И главной бор викинга скандинавского воина. Тут золотые рога такие вот. Ну, и такие вот ноги. Из вооружения у него попорик и щит. Далее идут военные спецназ. В общем, посмотрим. Тут две штучки вот такие вот. Посмотрим касты поподробнее. На них придется немножко остановиться. Так как они полностью обмундированы. У них есть бронежилет. Шлем из фирмы Брикорс. Далее. Есть пояс. В поясе пистолет. Светло-серого цвета. Да, штукого-серебряного. Далее. Газовая бомба. Маленькая. Такое вот. Такое вот оружие. Пулемет. Такое вот лицо. Ну, и за лицом ковчела. Далее идет второй. Да, все односторонние, да. Забыла вам показать. Вот сзади написано полис. Полицейский. Полиция. Так, далее идет второй спецназовец. Вот он. В общем, сейчас покажу вам. Вот он. У него другое обмундирование. Ну, в общем, я имею под... В общем, забыли. У него тоже тот же обвес и шлем. Но другие оружия. Так же у него присутствует пояс. В них другой набор оружий. Черного цвета теперь. Такое вот пулемет. Интересный очень тоже от фирмы Брик Борс. Потом пистолет. И, как и у прошлого солдата, газовая бомба, но другого цвета. Черного. Вот так интересно получилось. Далее. У него... Голова. Лучше я сниму. Вот такая вот бородатая. И вот такое вот тело. Спереди есть принты. Ну и сзади. Тоже написано пояс. Ну, и, так сказать, предпоследнее место. Серебро. Получает, наверное, одно из самых масштабных самоделок. Так как оно нарисовано мною. И тот, кто это делал, поймет меня. Я раскрасил, а также сделал. Наплечники, визор для командиров Звездных Войн. Здесь вот командир Коди с коричневым... С, вру, оранжевым визором. Я его сам раскрасил. Да, вот. Оранжевый. Полностью. Далее, Капитан Рекс с наплечниками. Ну, вот. Здесь вот получается, что белая полосочка такая линия. И синий цвет. Ну и очень крутая самоделка, которую я пока еще не доделал. Она вот там всегда стоит. Это Командер Блай. Я давно хотел сделать этого командира. В общем, у меня появились желтые руки. Ну и я попробовал сделать. В общем, вот что у меня получилось. Довольно интересно. Такая желтая полоска. Желтые наплечники. Наплечники еще не полностью раскрашены. Ну и вот. Такая вот полоска продолжения желтая. В общем, я считаю, это очень круто самоделкой. То есть она решена абсолютно моей рукой. И да, чтобы вы знали, хотели что-то такое подобное сделать, то я это сделал специальной кисточкой и красками акриловыми. Ну и последнее, как интересно так, золото получает. Вот такой робот. Одна сторона, он покажется из набора, да. Но нет. Он сделан по макету пыльбэга по Hero Factory. 40, 116. Ну я его изменил. В общем, я ему добавил некоторые вещи. Например, вот эти вот рычажки, с помощью которых не только фигуры Керрю Хертре будет держать, а уже и лего-вская. И пулеметы также, например. В общем, далее. Ну здесь сидит Сабин. Рен. В общем, довольно подвижная самоделка. Она по-разному может крутиться. Пулеметы по-разному крутятся. Руки. Ноги. Ну и натолкнул меня на идею создания данной самоделки. Это одно интересное видео. Это также статья, которую я прочитал про... Так, я буду говорить. Восстание на Мандалоре. Который, как я понял, использовались похожие роботы. Мандалорианские. И я хотел сделать что-то подобное. И вот что у меня получилось. В общем, не знаю. Мне кажется, это довольно красиво. Самоделка пропорциональная. Цвета все подходят. Ну и на этом заканчивается. Все. Весь выпуск. Я думаю, вам понравилось. Обязательно ответьте на вопрос, снимать ли мне рубрику какой журнал. Так как я не уверен, что она вам понравится. А может и понравится. В общем, я буду в ней обозревать журналочки. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Внизу вот. И всем удачи. И всем пока.